Приветствую вас! Для начала я бы попросил обратиться к, собственно, тому, что вы чувствуете сами. То есть я бы попросил вас обратиться к своим чувствам, к вашим собственным эмоциям, к вашим собственным переживаниям, к вашей интуиции. Давайте будем честны. Вы обратились к нам на ресурс с данной проблемой не случайно, а потому что вас беспокоит поведение дочери. Вас беспокоит то, как она себя ведёт. Вас беспокоит то, что она переживает, плачет, что ей тяжело, больно, болезненно, плохо и так далее. Вас это беспокоит. Я думаю так. И мне кажется, мне кажется, что вы давно уже для себя самой решили, что происходит. То есть вы решили для самой себя, полезно или нет для вашей дочери то, что происходит. Ваш вопрос, он больше похож, знаете, на такую, такую попытку, ну, может быть, получить поддержку в своём решении. Может быть, наоборот, желание, чтобы вас отговорили от этого решения. Понимаете, любые слёзы, любые такие вот серьёзные негативные переживания, конечно, на психике ребёнка сказываются очень негативно. То есть, видите, у ребёнка уже возникают приступы агрессии, видите, у ребёнка уже есть страх, что он боится, я имею в виду спрячется под одеяло и так далее. Вот. Теперь появляется апатия и так далее. Вот это всё, безусловно, очень негативно сказывается на ребёнка. Мне кажется, мне кажется, что вы сами это понимаете. Вот. Поэтому, отвечая на первый вопрос, который вы задаёте, да, нет, не на пользу. А ребёнку лучше видеться с папой, как только у него предоставляется возможность, нечасто или надо делать это реже. Значит, смотрите, ага, смотрите, какая история получается. Ребёнок папу любит, и ребёнок к папе в целом привязан. То есть, ребёнок скучает по отцу. И, в общем-то, в общем-то, это показатель того, что лучше видеться, чем не видеться. Это первое. Второе. Если ребёнок будет видеться с папой вот так, как это происходит сейчас, то там, возможно, будет и ненависть к будущим. Возможно, будет и по жизни страх, что кто-то куда-то может уехать. Вот. То есть, ну, вообще, если кто-то на кто-то начнёт уезжать, да, вот, ну, куда-то, то у ребёнка могут начаться приступы. Такого панического страха. Вот. И тут, конечно, детали в том, чтобы избежать этого. Поэтому я думаю, что если вы можете, если вы можете сделать встречи с отцом девочки, даже не встречи, а контакт с отцом девочки регулярным, например, там, в скайпе или как-то ещё, то лучше сделать это. Лучше сделать именно так. То есть пусть ребёнок взаимодействует с папой хотя бы, хотя бы дистанционно по камере. В современном мире, мне кажется, это сделать не так уж и сложно. Вот. Хотя, тогда будет хотя бы регулярность, тогда будет хотя бы ребёнок видеть отца, будет общаться с ним, и у него не будет ощущения, что её бросит. Вот. И не будет ощущения, что у всех папа есть, как вот часто бывает у ребёнка, а у меня нет. Вот. Но если ситуация такая, что, если ситуация такая, что папа не может регулярно общаться с дочерью, там через, допустим, тот же скайп, например, да? Вот. То я думаю, что в таком случае будет лучше, если общения вообще не будет. Ну, то есть, вот, будет лучше, если взаимодействия вообще не будет между, между, между дочерью и им. Вот. Потому что для ребёнка это только лишь стресс и негатив. Вот. Я думаю, я думаю, что вот так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. вот. То есть, тут во главу угла ставится именно здоровье ребёнка. Вот. И скажу честно, мне не очень понятно, почему идея с дистанционным общением, дистанционным взаимодействием не пришла вам самим, как бы, на вооружение. Вот. Возможно, есть какие-то препятствия для этого. Ребёнок. Дело в том, что ребёнок, тем более четырёхлетний ребёнок, не может понять ещё пока. Тем более девочка. Что есть с работой, что, как бы, не всегда есть возможность заработать по месту жительства, да, всегда приходится куда-то уезжать. Вот. И так далее. Это один момент. Второй момент. Ребёнок принимает на себя. То есть, ребёнок – это эгоцентрист, который считает, что все вещи происходят из-за него. Он не умеет ещё разграничивать ответственность. Пока что. Вот. Да, это плохо, это ужасно, но это, к сожалению, это так. Вот. И всё, что происходит, ребёнок воспринимает на свой счёт, собственно говоря. Что тоже сказывается на нём очень болезненно. Далее. Ребёнку, ребёнку нужен некий конечный срок того, когда это завершится. То есть, когда папа приедет окончательно совсем за покрая, даже вот у вас в тексте, да, это выглядит крайне неопределённо. То есть, сроков нет. И за это время ребёнок может достаточно сильно промучаться. Вот. Поэтому я думаю, что вот эти вот моменты нужно, как следует, вам обдумать для себя и сделать выводы. Исходя из того, что я сказал. Потому что довольно тревожно то, что вот вы пишите то, что вы говорите. Вот. Вот так. Вот так. Вопросы вызывают то, значит, что папа ребёнка четыре месяца назад уехал жить и работать в другой город далеко-далеко. А вас он почему не взял? А когда он приедет? Как вы относитесь к этому? Как вы это восприняли, что он уехал? Понимаете? Ребёнок считывает, как правильно сказал вам мой коллега, ребёнок считывает информацию, считывает отношения взрослых в той или иной ситуации. И вполне возможно, что это ваша реакция на это, на это всё, что происходит. Это вы так реагируете. Понимаете? Вот. Я, конечно, я, конечно, не знаю. Вот. Вы, опять же, о себе ничего не пишете. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. У кого-то такую реакцию поведения ребёнок перенял. Вот. Понимаете? Поэтому здесь не по телефону надо разговаривать, а здесь вот монитор, желательно побольше. Камера. И вот это вот полный, так сказать, полный спектр восприятия. За ребёнка в 4 года это самый оптимальный вариант. Вот. Вот так. Вот так. Я могу сказать. Вы сами пишите, да, что отъезды травмируют. Отъезды, отъезды папа. Вот. Понимаете? Вот. Вот. Надо сказать, что это довольно странная позиция. Папа уехал жить и работать в другой город. Вот. Если жить уехал, то... Ребёнок этого точно понятно не может. Соберите со своим мужем вместе и обговорите, как долго это будет в лесу. Обговорите варианты решения. Потому что надо прийти к какому-то решению и действовать, что вот семья была вся в сборе. Вот. Нет ничего хуже для ребёнка, когда нет постоянства, когда нет стабильности. Для неё сейчас этой стабильности нет. И, соответственно, это её травмирует. Её травмирует не то, что отец уезжает, не сам отец. Обычно нет стабильности. Понимаете? Вот. А стабильность это залог внутренней безопасности, который будет с девочкой всю жизнь. Если вы хотите, чтобы ребёнок был успешным, спокойным, здоровым, значит, без каких-либо отклонений и проблем, то срочно, срочно действуйте, срочно. Срочно действуйте в этом направлении. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.